Их осталось только 16. Регулярный чемпионат МХЛ завершен, и это не повод грустить. Сегодня вы узнаете, кто продолжит сражение за Кубок Харламова. 16 команд. Запад против Востока. Это игра на выбывание. Вы смотрите «Поколение МХЛ». Сегодня в программе. Юниорская сборная России. Секретная методика подготовки экспериментальной команды МХЛ. Лучший игрок Кубка Вызова. Галкипер Нижегородской Чайки Андрей Суханов. Ястребы громят реактор, белые медведи выходят на первый план, а акулы устраивают фотосессию с болельщиками. Самые яркие события МХЛ в нашем обзоре. В рубрике «Легенда» один из лучших нападающих в истории. Сергей Макаров. О молодежке своего времени. Регулярный чемпионат завершен. Юниорская сборная России У-18 стала победителем дивизиона «Центр». Причем с солидным отрывом. В конференции ребята уступили только ярославскому локомотиву. Хоккеисты живут и тренируются на базе в Новогорске. Им создали все условия и ждут, что эксперимент по внедрению сборной в МХЛ завершится успешно. Станет частью системы подготовки талантов. Лучших в стране. Поначалу было тяжело. Ребята все амбициозные. Ребята в своих возрастах, именно в школьных программах были лидерами. Поэтому, когда мы собрались здесь в июне, то в конце июня, то 2-3 месяца это была притирка. Потом начал формироваться коллектив. На сегодняшний день я скажу, это серьезный коллектив, который друг за друга стоит и стоит намертво. Ребята все отличные, дружные. Вместе везде ходим, общаемся много. Вот, в принципе, коллектив у нас самый такой, кажется, на мой взгляд, в нашей лиге самый дружный. За счет этого, мне кажется, мы и выиграем всех. Не всех, но получается выиграем. Интересный факт. Хотя некоторым из них уже есть 18, все хоккеисты играют защитной решеткой на шлеме. В сборной считают важным выпустить своих воспитанников в большой хоккей со всеми 32-мя. У меня исполнилось, когда 18 лет, я попробовал одеть на тренировку. Ну, так зацепили нечаянно. Была микротравма. На мой взгляд, в визоре удобнее играть, чем в сетке, потому что все-таки поляну лучше видно. Ну и, соответственно, как бы и прилетает по лицу чаще будет. Вот, так что нужно быть осторожным. Решетка немного ограничивает обзор, но в целом не мешает ребятам попадать по воротам. Но на этот раз их ждет более серьезная помеха. Что если заставить игроков сборной сделать вокруг себя, скажем, 20 оборотов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попал! А если серьезно, то у сборной и так хватает особенностей в тренировочном процессе. Эту тренировку могут подглядеть и в других командах. Причем не только в МКЛ. Идея взялась, нам ее предложил Виталий Владимирович Прохоров. Если честно, мы предполагали, что так тренируется команда американского футбола, но они немножечко по-другому тренируются, у них своя специфика. Здесь смысл, что ребята друг с другом не сталкиваются, а сталкиваются именно с грушей. То есть Виталий Владимирович предложил нам эту систему. Административный штаб центра Тихонова предоставил нам условия в виде вот этой конструкции. Мы, тренеры, нам осталось только разработать программу, настроить ребят на эффективную работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держим удар, потому что мы выступаем в МКЛ с ребятами, которые старше. Старше на год, на два. В начале сезона мы не выдерживали, то есть были проблемы у нас, много было травм. Где-то раз в месяц обязательно были травмы. И после этого, когда мы начали заниматься, что на международной арене мы выдержим удар, потому что североамериканские команды играют очень активно в силовой прессинг. С каждой такой тренировкой становимся крепче, и в игре становится легче применять силовые приемы и принимать удары на себя. Это нас тренерский штаб повесил эти картинки, чтобы мы смотрели и заводились, и настраивались на тренировки, и не жалели друг друга. А дальше самое интересное. Команда У-18 выходит на старт плей-офф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из лучших вратарей регулярного чемпионата Андрей Суханов, колкипер Нижегородской чайки. И хотя он появился в команде лишь в этом сезоне, ему уже нужно отстаивать честь чемпиона. Он старается не замыкаться на этой мысли. Чемпион и чемпион. Это все уже прошлая история, наверное. Пишется новая. И по старым заслугам тебе никто не будет. Надо заново все побеждать и доказывать все в каждом матче. Две, одна и все! Все! Лижегородская чайка выигрывает кубок Харламова. Обыгран питерский СКА за счетом 4-1 в серии. Его не было в команде, которая выиграла чемпионат. Но он уже стал ее частью. Доказал, что не зря оказался в чайке. Андрей был признан лучшим игроком Кубка Вызова, матча звезд молодежной хоккейной лиги. Пожалуй, это его главная индивидуальная награда. Чтобы получить ее, он прошел длинный путь. Родился в Нижегородской области. Помнит, как встал на коньки. Как выбрал вратарскую стезю. В моем родном городе был каток. И все ребята пробовали свои силы. Я решил тоже, почему нет. Начинал, как все. С нуля. И зацепило это. Понравилось. И потихоньку встал ворота. И все пошло. Времена были раньше труднее. Я думаю, форму тяжелее было достать. Вот. Ну ничего. Как-то решалось все. Где-то зашивал сам. То есть все. Опыт в этом. Вот. Ну ничего. Потихоньку все своими силами все решилось. Путь на Кубок Вызова лежал через первенство МХЛ. МХЛ-Б. Чтобы попасть в высший дивизион молодежного хоккея, пришлось много работать. Но это того стоило. Играть в Нижнем Новгороде во дворце имени выдающегося вратаря Виктора Коноваленко – большая честь. У нас, наверное, в Нижнем посещаемости самый лучший дворец, наверное, в МХЛ вообще. То есть у нас каждый матч – это аншлаг просто. У нас все трибуны, все четыре с половиной тысячи все сбиваются. Не могу привести пример, еще в команде такое есть. То есть ты выходишь на матч, ты знаешь, что тебя поддерживают. Город за тебя стоит. То есть это придает силу, уверенности. Думаю, они нам в этом все не очень хорошо помогли. Помогают. Вот. Им вообще очень большое спасибо. Потому что приятно нижним играть. Одержать победу на Кубке Вызова Андрею не удалось. Но его заметили. Теперь он сосредоточен на главной цели – повторение прошлогоднего успеха в Кубке Харламова. В этом сезоне повторить, надо все-таки доказать, что команда «Чайка» не просто так. Стала очень пилотом, да, это еще труднее. Но я думаю, примеры есть такие уже, там, в конецальной лиге, да. То есть доказывать, повторять свой успех надо. Неважный состав, какой меняется, там, лига. Все равно надо двигаться к первому месту, чемпионству. Он для меня тоже помогать команде, забиться этого, давать им шанс на победу, чтобы за последним рубежом были все спокойны, что они знали, что вратарь их выручит, а они забьют свою и вратарь вам выиграют. Спартак завершал регулярку домашним матчем с Ригой. В яркий солнечный день болельщики пришли увидеть, на что способны красно-белые перед плей-офф. Хоккейный клуб Рига приехал в столицу без своего лидера, Кристопса Зиля. Защитник получил травму в игре с Красной Армией. Спартак владел преимуществом, действовал агрессивно, по-хозяйски и в первом периоде повел 3-0. Однако затем рижане продемонстрировали слаженную игру в большинстве и смогли создать ряд опасных моментов. Один из них привел к изменению счета. Спартак забросил четвертую шайбу к концу матча, но несмотря на итоговые 4-1, стало ясно, что красно-белым есть над чем работать. Впереди у ребят дуэль с питерским «Динамо». У Рига, в принципе, неплохая команда, молодая. Всегда латыши бились, и сегодня они тоже бились. Такая неприятная команда. Плой-офф, попадаем на «Динамо-Питер». Постараемся все три победы выиграть. Тяжелые будут, выездные матчи в Питере. Но у нас достаточно хорошая команда, которая может победить. По содержанию была достаточно такая напряженная игра. Но Рига, она всегда была такая неуступчивая команда. Единственное заказалось, что она в любом составе, в любом положении, как бы им ничего эта игра не давала. Постоянно играет с характером, не хочет нигде уступить. Для Риги пришло время подводить итоги. Они завершили свое выступление в турнире. В число восьми счастливчиков они не вошли. Капитан команды Гатис Спрукс признает, что все могло бы сложиться удачнее. Не получилось все так. Ну, не играли там. Хотелось играть в плейб, но я не знаю. Где-то один чаби или два там. Не знаю. Не было у нас такой удачи. Сегодня, скажу, самое начало уже проспали. Да, проиграли пятак. По всему чемпионату, вообще-то я и ребятам сказал, да, мы довольны. Особенно по большинству матчей 90% по самоотдаче, по исполнению, по выполнению игрового задания. Да, где-то не хватает мастерства, да, где-то физики не хватает. Но по сравнению с другими годами, да, у нас команда в этом году очень молодая, да. Если раньше у нас там 3-4 человека в решетках играли, то здесь уже, ну, 10 человек было с решетками. Такая у нас политика, да. Старших уже отпускать, чтобы играли на другом уровне и подтягивались молодые. Ну, для них это очень хорошая школа, и мы довольны, что они так сразу влились в команду и почувствовали, что это такое уровень МХЛ. И по большому, то, что они могли, то, что мы смогли из них выжить, то они и показывали. Регулярный чемпионат Спартак завершил не так удачно, как хотел. Но в играх плей-офф это не имеет никакого значения. Здесь побеждает коллектив, который сумел стать командой. И в этом, в красно-белом, должна помочь атмосфера родной арены, в которой молодежка Спартака уже одерживала большую победу. Не удалось хоккейному клубу МВД завершить сезон победы. И гости Алмаз из Череповца не оставили им шансов. Надо признать, что матч уже ничего не решал. Игра в Хабаровске завершилась победой тигров, и они стали недосягаемы для Балашихи. Порадовать своих болельщиков в заключительном матче сезона это было главным стимулом для МВД. И поначалу это удавалось. В первом периоде счет по-хозяйски открыл Алексей Липанов. Ничего особенного не было в этом. Бросил и закопали. Это наша работа. Надо было обязательно выигрывать. Последняя игра сезона. Громко стукнуть дверью и выиграть. Не получилось, к сожалению. Ну, трудно выходить на игру, когда знаешь, что уже никуда не вошел. Но все равно бились. Вскоре Алмаз получает большинство и реализует его 1-1. Гости забросили вторую шайбу. Но на этот раз динамовцы сумели догнать соперника. За дело взялся нападающий белоголубых Николай Чебыкин. В этом матче заполнился гол Коли Чебыкина. Он протащил шайбу в чужую зону, бросил и на добивание сыграл. Мне понравился этот гол. Все ребята старались, бились у нас. В этом году была одна из самых молодых команд. Может быть, поэтому что-то нам помешало. Но я считаю, что мы показали достойный результат. Хоть и не получилось выйти в пыло. Борьба продолжалась до последних минут. Еще по одной шайбе в ворота друг друга и на табло застыл счет 3-3. После второго периода выходили, ввели в счете. Задача была сохранить счет, удержать его, выиграть игру. Но не получилось. Удаление сломали игру. Гости получили два численных преимущества в конце встречи. И Сергей Лапин лишает болельщиков МВД радости победы. В этом матче и в этом сезоне команде чего-то не хватило. Некоторые ребята, конечно, были без настроения. Все какие-то тусклые. Но вроде тренера подбодрили, сказали, что на этом жизнь заканчивается. Но у нас еще все впереди. Как еще тренер сказал, что сильные играют в плей-офф, а чемпионы играют на чемпионатах мира. Ну, поэтому считаю, что пусть и немного что-то не очень было. Сейчас в раздевалке кто-то расстроился, кто-то больше, кто-то меньше. Но в целом нормально. Для хоккейного клуба МВД пришло время делать выводы и двигаться дальше. Среди противостояний прошедшей недели отметим матч в Омске. Пока «Авангард» бился с нефтехимиком в плей-офф КХЛ, молодежные клубы «Ястребы» и «Реактор» встретились на льду МХЛ. Не исключено, что командам предстоит играть в Кубке Харламова, что придавало поединку особый оттенок. И тем более неожиданно завершился матч. «Ястребы» забросили в ворота гостей шесть безответных шаек. Станислав Третьяков стал герой матча, сделав дубль и голевую передачу. Вячеслав Новицкий записал на свой счет сухую игру, отразив 26 бросков хоккеистов «Реактора». Отдельно отметим последнюю – шестую шайбу, которая была заброшена в результате элегантной трехходовки. И еще нельзя не заметить, как радуется успехом команды главный тренер «Ястребов» – Игорь Земляной. Каждую шайбу он отмечал эмоционально, словно заряжая ребят на очередное достижение. Спасибо Омску за организацию «Хорошие картинки с матча». Челябинский «Трактор» в плей-офф КХЛ не попал, и главной командой города на время стали «Белые медведи». «Трактор ТВ» запечатлел, как во дворце встречали болельщиков, предлагая им широкий выбор развлечений. А на льду все было еще разнообразнее – голевая феерия от «Медведей» и оренбуржских сарматов. Не обошлось без драки. Решающую шайбу в овертайме забросил Иван Безруков. Индивидуальное мастерство у него на хорошем уровне. Исполняющий обязанности главного тренера Максим Смельницкий похвалил ребят. Жаль, в плей-офф лидеры прошлогодней регулярки не пробились. Победа была нужна, у нас была задержана серия из поражений. Настраивали ребят, что только на победу выходить, побеждать, выигрывать в каждом моменте, в каждой ненабросе, чтобы выходили победителями. И к тому же сегодня праздник хотели и болельщиков в Челябинске порадовать. Да, много было ошибок. Без ошибок, к сожалению, не получается у нас. Но, тем не менее, сегодня добились положительного результата. Я считаю, это передаст и команде дополнительных эмоций. Но и все-таки команда показала в конце свой характер. То, что победили в овертайме. И завершаем наш обзор матчем на Дальнем Востоке. И белорусская «Динамо», и сахалинские «Акулы» в этом сезоне выступили неважно. Но болельщиков радовали исправно. Посмотрите, какую шайбу забросили гости. Егор Мозгалев отдал гениальную передачу. В итоге «Динамо» отыграло со счета 3-1, но уступило в добавленное время. Михаил Истегнеев забросил решающую шайбу. А затем началось самое интересное. Стихийный автограф и фотосессия. Болельщики вышли на лед и поблагодарили игроков за матч и за сезон. Стихийный автограф и фотосессия. МХЛ – молодая лига. Ее традиции – это история молодежного хоккея России и Советского Союза. Сегодня для поколения МХЛ свой путь к олимпийским вершинам вспоминает Сергей Макаров. Сергей Макаров – выдающийся советский хоккеист, двукратный победитель Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка СССР и Кубка Канады. Рекордсмен среди игроков Советского Союза и России по количеству шайб за все времена. Вошел в символическую сборную столетия по версии Международной Федерации Хоккея. Его номер 24 в знак уважения к заслугам легенды выведен из обращения в ЦСКА. Воспитанник челябинского хоккея выступал за молодежную команду «Трактор». У МХЛ у нас такого не было, но это школа, это было как в Советском Союзе всех. Это были дети, это юноши, там первые, вторые. И, конечно, молодежная команда, это МХЛ, наша молодежная команда. И выиграть чемпионат Советского Союза среди молодежных команд – это то же самое, что сейчас МХЛ. Это последняя ступенька перед командой мастеров. У нас были зональные сначала, не так, как сейчас МХЛ играет, но были зональные соревнования. И кто первое место выигрывал, зональные свою группу, у нас был Урал-Сибирь. Мы ехали на финал, который проходил в разных городах, куда приезжали ЦСКА, победители Московской региона, Поволжье. То же самое, в принципе, только сейчас это все вместе они. А у нас были предварительные соревнования, и потом был финал, и тоже были чемпионы Советского Союза, называлось. То есть это тоже очень не Кубок Харламова, а чемпион Советского Союза среди молодежных команд – это тоже очень престижно. Родители работали. Я с самого детства под присмотром братьев. У меня есть средний брат, есть старший брат. Оба спортсмена, у меня просто другого пути не было, куда пойти и что делать. Поэтому наставляли на путь истинный, когда пытался уйти в сторону и получал и подзательника, и в более, можно сказать, грубой форме. И поэтому мне было сложно, наверное, вильнуть куда-то в сторону и уйти, потому что для меня, как я шел бы как бы за братьями. Поэтому с раннего детства за руку с Колей, с Юрой, за руку на стадион, за руку на стадион, в самом районе детства. Поэтому мне в этом было проще. У каждого спортсмена есть какие-то свои, наверное, точки, отправные точки, какая-то точка отсчета. Верить в себя. Знаете, вот бывает, что он в молодежной команде лучший. Приходя в возрастный хоккей, он теряется. Хотя, вроде бы, он умеет все. Но вот именно смелость не потерять себя вот при переходе, не потерять свою игру, не потерять вот это вот смелость. Я считаю, что это смелость вот именно играть в ту игру, в которую ты играл, не потерять то, что ты умеешь. А остальное, оно придет к тебе уже в возрастном хоккее, потому что старшие товарищи, как у меня были, они тебе всегда подскажут, если ты куда-то пошел не туда или сделал не то. И это быстрее, ты быстрее адаптируешься. Когда начинаешь с первых дней подстраиваться вот под эту игру, ты теряешься очень много своей игры, ты теряешь процентов 50, если начинаешь подстраиваться именно вот в возрастный хоккей. Если ты, посмотрите, вот все звезды, кто прошел это легко, они не изменили себе, они начинают, они продолжают так же играть, как они играли, они быстро вписываются в возрастный хоккей. В последний день регулярного чемпионата состоялись 15 матчей. Для большинства команд все уже было ясно, кто-то обеспечил себе место в плей-офф, кто-то потерял шансы, но было делом чести провести последний матч на высоком уровне. Ключевую победу одержали Амурские Тигры. Со счетом 3-2 обыгран клуб СКА Серебряные Львы. Таким образом, хабаровчане стали последним участником Кубка Харламова на Западе. На Востоке своего добился реактор, победив сибирских снайперов, он окончательно выиграл сражение за плей-офф у Казанского Ирбиса. Победителями в своих конференциях стали Локко и Омские Ястребы. Лучший процент побед у Лока. Можно подвести итоги в личной статистике. Лучший бомбардир Рафаэль Бекмулин из реактора, 67 очков. Он же лучший снайпер, 34 шайбы. Андрей Феклистов из СКА Серебряные Львы на втором месте бомбардирской гонки. Он лучший ассистент, 40 передач. В тройке партнер Бекмулина по звену в реакторе, Игорь Угольников. Среди вратарей лучше всех регулярку провел Илья Румянцев из питерского «Динамо». Самый результативный защитник, опять же воспитанник реактора, Камиль Фазалзянов, 28 очков. У него же один из лучших показателей полезности, плюс 29. И вот пары плей-офф. 8 команд на западе, 8 на востоке. Серии продлятся до трех побед. Кубок Харламова стартует 8 марта. Вы смотрели проект «Поколение МХЛ». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова